Сегодня от ковида в регионе лечится больше 10,5 тысяч человек. Только 1046 находятся в стационарах, остальные сражаются с вирусом дома. В регионе больничные теперь можно закрыть и дистанционно. Таким образом выдали уже 654 документа. У Курян есть вопросы к достоверности тестирования. Бывает, что результаты исследований в частных и госклиниках разнятся. Мы используем тесты Генериум. Дефектура, которая возможна при тестировании этим тестом, где-то от 3 до 5%. Роспотребнадзор, у него тесты вектор. Там дефектура до 12%. Возможны неправильные тесты. Поэтому здесь зависит от того, где делается. Но в среднем это до 10% возможны неправильные результаты. Курская область может получить больше 12 миллиардов рублей на развитие городского электротранспорта. Наш регион первым в стране подал заявку в Минтранс на финансирование проекта. Деньги дадут как инфраструктурный кредит. Готовятся и поправки в закон о концессионных соглашениях. Планируем заменить 42 километра путей, отремонтировать два депо, приобрести 22 новых трамвая, 10 электробусов и отремонтировать 10 подстанций. Два с половиной года мы с вами, уважаемые друзья, провели большую подготовительную работу. Причем уровень этой подготовительной работы пока не имеет аналогов Российской Федерации, за исключением Москвы. Парк Птиц в Курчатове не закроют. По поручению губернатора в регионе уже провели совещание с участием администрации города Атомщиков и представителей Россельхознадзора. Кроме того, Роман Старовойт попросил коллег оказать и финансовую поддержку парку пернатых. До первого марта руководство парка уже подаст документы на лицензию. Одно из ключевых замечаний было это отсутствие ветеринарного кабинета. Все это поправимо, все это будет выполнено до первого марта и в течение 15 дней уже Россельхоз рассмотрит заявку и я думаю, что получим мы лицензию. В Курске появится новый сквер на Ленина. Возле дома номер 51 установят памятник юному защитнику Родины. Особое внимание уделят зеленой зоне. Мне видится, что центру компетенции нужно подключиться и сквер имени Екатерины Зеленко, зеленая зона напротив дома номер 49 по улице Ленина и сквер напротив дома номер 51. Нужно разработать единый концепт. Очевидно, там есть старые и больные деревья и прошу подключиться. И еще две новости. С 21 февраля курские школьники снова выйдут на очный формат обучения. А в марте губернатор Роман Старовойт проведет прямую линию с жителями в Инстаграм.